Глава 13. К черту! Вот 13 глава. На дворе 21 век. С какой стати я должен идти на поводу у всяких дурацких суеверий? Я самостоятельный и прогрессивный член общества. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Благодаря мне и тому, кто изобрел нанокатализатор, опасность миновала, но никто не сказал мне спасибо, милый психопат. Спайди отправился зализывать раны, нанесенные старушкой, а тетя моей пошла размышлять, не завести ли ей золотую рыбку. Я уже догадываюсь, с чего начнется разговор с Престон, да где ты только откопал целый автобус монашек. Думаю, ничего не случится, если я сделаю ноги до прибытия щита. Как ни удивительно, вся история с Бенни заняла не больше 15 минут. Если повезет, я смогу вычеркнуть из списка еще одну собачью кличку до восхода солнца. Вверхний есть сайт, вот куда лежит мой путь. С телепортом все расстояния резко сокращаются. Раз-два, и я на месте. Знаете, телепортация доставляет иным авторам немало хлопот. Если персонаж может мигом переместиться куда угодно, откуда возьмется драма? Поэтому и выдумывают всякую межгалактическую возню вокруг компенсатора Гизенберга. Но я веду себя нерационально, и поэтому со мной нет никаких проблем. Как вы уже заметили, я никогда не использую телепорт, если это разрушит красивую батальную сцену. Я лучше перемещусь в самое пекло, а то и вовсе поломаю весь сюжет и отправлюсь понежиться на милый песчаный пляжик. Внимание, спойлер, через какое-то время я так и поступлю. Не переключайтесь. Телепорт удобен, когда надо опустить какую-то скучную, никому не интересную часть истории, например, то, как я ловлю такси или иду в метро, а на меня все пялятся. Я не хочу в этом участвовать, вы не хотите про это читать, так что, бзззз. На этот раз я оказываюсь в уютной спальне. Слегка колышущиеся занавески с сердечками, сквозь которые пробиваются утренние лучи, отбрасывают полупрозрачные тени на стены, чью белизну нарушают только наклейки с невскими персонажами. Мебель здесь тоже белая, с розовой окантовкой. По плюшевому ковру разбросаны куклы с нереалистичными пропорциями. Либо это комната маленькой девочки, либо какая-то хитрая ловушка, расставленная педофилом. Кого-кого, а такого типа я убил бы без тени сожаления. Но в комнате нет никакого жуткого маньяка, готового броситься на жертву. Единственный звук, который здесь раздается, тихое ритмичное дыхание двух обитателей спальни, милых ангелочков, сопящих в уютной постельке, невинной девочки и щенка лабрадора. Они обняли друг друга, соприкоснулись лбами и вместе смотрят сны о бабочках и радужных единорогах. Нельзя вообразить более милую картину. У вас просто фантазии не хватит. Тихо-тихо, осторожно, словно я не наемник-головорез, а юный актер из клуба Микки Мауса, я пробую вытащить лабрадора из кровати, не разбудив ни его, ни девочку. Оба морщат носы, но я продолжаю тянуть его на себя медленно и аккуратно. Тихо-тихо, вот так. Аккуратно подстриженный коготок на задние лапы цепляется за торчащую из лоскутного одеяла нитку. Я продолжаю тянуть спокойно, спокойно. Нитка тянется, тянется, обрывается и медленно опускается на пол, как снежинка. Оба продолжают спать, девочка под одеялом, щенок у меня на руках. На место я прибыл без всякого шума, но при отбытии телепорт подает сигнал. Я решаю, что лучше отойти подальше, прежде чем исчезнуть, пусть девочка как следует выспится, прежде чем обнаружит пропажу щенка и огорчится. Я раздвигаю занавески, одной рукой опираюсь о подоконник, другой придерживаю щенка. Даже сквозь ткань костюма я ощущаю, как утренний ветерок холодит соски. Маленький проказник тоже чувствует его дуновение и молотит лапами в воздухе. Он не просыпается, скорее всего, гонится за бабочкой во сне. Ох, какой же миляга! И проблем никаких не создает, пока не дергается и чуть не вываливается в окно. Я спрыгиваю с подоконника, чтобы его удержать, и щенок выскальзывает у меня из рук. Он куда-то бредет и врезается в преграду, которой, по всей видимости, не было в его сне. Я на цыпочках иду вслед за щенком. Ну разве не изумительная картина? Прижав палец к губам, я пытаюсь молча призвать его к тишине, но, во-первых, он спит, а во-вторых, с чего я взял, что лабрадор вообще понимает такие знаки? Полной неукротимой щенячьей энергии, он врезается в торшер, задевает книжный шкаф и сшибает фотографию в рамке в виде сердечка. На фотографии запечатлена девочка, и пюсик, наверное, она прилагалась к щенку при покупке. Все падает, но я успеваю поймать каждую книжку, каждую мелочь, каждую безделушку, чтобы они не свалились на пол и не разбудили спящую девочку. Почему? Потому что сколько бы людей я не убил, сколько бы крови не пролил, честно говоря, сам не знаю, почему. Надо было телепортироваться, пока была возможность. Теперь же я держу на весу все это девчачье барахло, а чертова псинка прыгает вокруг, словно на подтанцовке в клипе Майкла Джексона. Я пытаюсь вернуть все на место, но едва я успеваю поставить на полку очередную книжку-картинку, этот попрыгунчик сшибает две новые. Все это настолько меня утомило, что уже хочется запустить всей этой кипой в стену. У всех ведь такое бывало, правда? Все застревали в пробках, ждали лифта, пытались обезвредить ядерную бомбу. На моем месте вы бы просто сжали зубы и делали свое дело, верно. Но я в такие моменты поступаю по-своему, совсем не так, как поступили бы вы. В этом часть моего обаяния. Так что я швыряю весь этот хлам прямо в чистую белоснежную стенку. Девочка резко садится на кровати. Даже ее испуганный вскрик меня умиляет. А вот Лабрадору все нипочем, он даже не просыпается. Пока я гоняюсь по комнате за этим лунатиком, девочка, затаив дыхание, таращится на мой красный костюм. Вы ведь... Санта. Если она сама делает такую передачу, кто я такой, чтобы не принять мяч? Конечно, говорю я, правда, сейчас август, но какая разница? Я наконец хватаю щенка. Девочка трет глаза. Что вы делаете с мистером пушистиком? Мистером пушистиком. Я удивленно смотрю на пса, словно вижу его впервые. Девочка хихикает. Ну хоть кто-то смеется над моими шутками. Видишь ли, солнышко, мистер пушистик заболел. Санта заберет его на Северный полюс, вылечит и вернет тебе. Это из какой-то детской книжки, да. Она надувает губки. Но мама сказала, что ветеринар уже вылечил мистера пушистика. Ну, значит, он снова заболел. Видишь, как он шевелит лапами, хотя глаза у него закрыты. Правда, это ненормально. А нет? Ты же не хочешь, чтобы мистер пушистик болел. И он тоже не хочет. Поэтому сейчас его надо полечить. Очень возможно, что в данном случае, полечить, эвфемизм для слова убить. А вы вернете его назад. Я показываю ей большой палец. А то как же? У меня такая искренняя улыбка, что я собираюсь было снять маску, ее продемонстрировать, но это до добра не доведет. Вообще-то я не люблю врать. Возможно, если пушистик не превратится в монстра, я действительно его верну. А если превратится, может быть, щит разрешит мне послать девочке банку с его останками. Они будут похожи на розовую медузу, пригодятся в образовательных целях. Слегка успокоив свою совесть, я поворачиваюсь к окну. Но дети есть дети. Вы же не сделаете ему больно, правда. Без необходимости не сделаю. То есть нет, само собой, не сделаю. Я ведь Санта. Ты же доверяешь сайте. Она кивает. Конечно. Я снова отворачиваюсь. Санта. Ох, да какого. Что? Я пить хочу. Малышка, сейчас раннее утро, а у сайты выдалась тяжелая ночка, поэтому он сейчас слегка не в духе. Если я принесу тебе стакан воды, ты обещаешь захлопнуть свою очаровательную варежку и пойти спать. А не то Санта пробьет несколько дырок в этих чудесных стенах. Договорились. Ладно. С псом-лунатиком под мышкой я пробираюсь на кухню и наливаю ей большой стакан воды со льдом. Боже ты мой, у них стоит фильтр для воды. Я кладу в стакан соломинку и оставляю предкам этой крошке суровую записку о том, что чем раньше они научат своего ребенка не разговаривать с незнакомцами, тем лучше. Девочка отпивает полглотка и отставляет стакан. Пить она хочет, как же. Она забивается под одеяло, я глажу ее по голове и машу щенячьей лапой. Потом, пока она еще не заснула, я телепортируюсь на крышу наконец-то. Стоило сразу так поступить. Ох уж эти дети. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok